Привет, друзья! Осень и зима — это время для уютных посиделок с семьей, поэтому сегодня готовим мой фирменный Наполеон. Ну а прежде чем мы начнем, хотел бы посоветовать вам интернет-магазин «Читай город». Ведь это огромный выбор и ассортимент книг на любой вкус. Оформляя предзаказ, можно стать одним из первых, кто получит книгу к себе в руки. А благодаря разделу «Книг с автографом» можно открыть любимую книгу и увидеть в ней автограф вашего любимого автора или приятные пожелания лично для вас. В интернет-магазине «Читай город» удобная система доставки. Оформляя книгу онлайн, в интернет-магазине вы можете получить ее бесплатно в ближайшем к вам физическом магазине «Читай город». На сайте огромное количество статей и подборок с книгами на любой вкус, поэтому вы обязательно найдете что-то для себя. А также я рекомендую заглянуть в раздел «Акции». Всегда можно найти интересную книжку еще и с хорошей скидкой. А оформляя заказы и оставляя отзывы, вы получаете реальные бонусы на следующую покупку. Простая и понятная система лояльности. Специально для поднятия настроения в ноябре интернет-магазин «Читай город» совместно со Сбермаркетом создали подборку интересных статей, книг и рецептов для того, чтобы вы могли уютно провести время. Оба интернет-магазина дарят подарки и делятся с вами интересными рецептами. Например, в статье вы найдете интересные варианты завтраков. Например, сэндвич с тунцом или воздушный омлет. Кстати, не знаю, знали вы или нет, но 26 ноября отмечается день торта. В статье есть интересный и вкусный рецепт блинного торта. Я же со своей стороны поделюсь с вами своим фирменным Наполеоном. А самое главное, в этой статье вы найдете скидки и промокоды «Отчитай город» из Бермаркета. Так что не упустите свою выгоду по ссылочке в описании. Скорее переходите по ссылочкам в описании и покупайте книги себе или своим родным и близким. Впереди большое количество праздников и книга станет отличным подарком. Мы же с вами начинаем готовить Наполеон. Многие мои друзья и знакомые очень любят мой вариант приготовления Наполеона. Ведь его секрет кроется во вкусном нежном заварном креме. Такой, как я готовлю уже давным-давно. Абсолютно никаких сложностей в приготовлении этого рецепта нет. Готовлю я его с готовым слоеным тестом. Поэтому те, кто переживает за то, что придется повозиться, возиться не придется. Все, что от вас нужно, это только сварить вкусный заварной крем. А уж с этим я вам помогу. Есть несколько нюансов, с которых я хочу начать. Во-первых, технология приготовления заварного крема подразумевает то, что мы будем варить его в кастрюле непосредственно на плите. А так как у нас будет сахар, молоко и мука, есть вариант, что это может подгорать. На примере пустой кастрюли я хочу вам показать, какими движениями вы должны пользоваться для того, чтобы заварной крем не подгорел к дну вашей кастрюли. Если вы работаете силиконовой лопаткой, то очень важно проходить по всей поверхности кастрюли вот такими движениями, для того, чтобы постоянно собирать уплотнения, которые могут образовываться на дне вашей кастрюли. Если же вы работаете венчиком, то движения должны быть примерно вот такими. То есть каждый раз вы захватываете каждый миллиметр нижней поверхности. Обязательно проходитесь по краям и по стенкам. Многие, кто варят заварной крем, в первый раз часто сталкиваются с тем, что крем может подгореть. К сожалению, от этого вкус крема может испортиться. Никто не любит вкус сбежавшего молока. И для того, чтобы это избежать, настоятельно рекомендую воспользоваться моими советами. Потому что я хочу, чтобы у вас получился тоже идеальный Наполеон. И переходим к продуктам. В кастрюлю я отправляю молоко. И небольшое количество оставляю в миске. Для вашего удобства, как всегда, все продукты, их количество и описание процессов будет в описании под видео. И в молоко отправляю пшеничную муку. Все это нам нужно перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Сюда же я отправляю сахарный песок. И соль. И еще раз все хорошо перемешиваем. Именно так, смешивая муку с небольшим количеством молока, вы сможете добиться максимально однородной гладкой консистенции. Как у теста для блинчиков. Если же вы такое небольшое количество муки отправите в весь объем молока, то он будет плавать у вас комочками и протирать вам придется через сито. Это не очень удобно, неприятно. Да и в целом лишняя морока. Сюда же добавляю сливки сразу, чтобы разбавить консистенцию. И уже все вместе отправляем в кастрюлю. Хорошенько все перемешаем, чтобы все объединилось. И выливаем в молоко. И для более нежного вкуса часть сахара я заменяю сгущенным молоком. Берите хорошее ГОСТовское. Тоже туда. Классический Наполеон с заварным кремом это не только нежный, сливочный и молочный вкус, но и обязательно ванильный аромат. Вы можете взять пакетик ванилина. Обычно там указана дозировка. Маленького стандартного пакетика будет как раз достаточно на этот объем крема. Можете взять ванильный сахар и заменить им часть того сахара, который мы добавляли с вами. Если у вас есть возможность использовать натуральную ваниль в сурчках, крем будет просто божественным. Стручок разрезаем ножом пополам. И тыльной стороной ножа вычищаем из него семечки. Отправляем в крем. Семечки это самое ценное, что есть в ванильном стручке. Если же вы фанат ванильного аромата, то можете добавить туда и стручок. Потом, когда молоко немножко поварится и крем начнет загустевать, вы сможете его убрать и уже выкинуть. Я же рекомендую вам не выбрасывать ни в коем случае эти шкурки, оставить их в таком виде и засушить. Когда они станут полностью сухими, просто через кофемолку пробейте их до состояния пыли. И смешайте примерно с килограммом сахара. У вас получится настоящий натуральный ванильный сахар. Аромат этот стручок передаст просто фантастический. Поэтому просто так это ни в коем случае не выбрасывайте. Ну а я включаю средний нагрев. И постепенно, постоянно помешивая, начинаю заваривать крем. Несмотря на то, что консистенция крема сейчас очень жидкая, коварно может показаться, что мешать постоянно не нужно. Вы же на это не поддавайтесь и постоянно помешивайте крем. Потому что, как только мука начнет схватываться на дне, у вас сразу может начать подгорать. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Постоянно помешивая, доводим крем до кипения. Вы увидите, начнется такое побулькивание, достаточно густое. И с этого момента варим еще 4-5 минут, постоянно помешивая. После того, как крем начнет густеть, огонь можно убавить со среднего на ближе к минимальным. В зависимости от мощности плиты и объема крема, который вы варите, у вас на это уйдет минут 15-20. Друзья, у меня прошло где-то 10 минут, как я поставил крем вариться. Посмотрите, его консистенция уже меняется. Он становится таким глянцевым, вязким. И это вот тот самый знак, что скоро крем начнет закипать, и мы уже близки к завершению. Но здесь самое главное не избавлять обороты и постоянно продолжать помешивать крем. Везде, по стенкам, по дну. Постоянно его мешаем. Вот когда я ввожу венчик, начинают появляться легкие побулькивания. Поднимается воздух. Значит, крем наш загустел достаточно. Еще 4 минутки его с этого момента варим. И можно снимать с огня. Все, наш крем готов. Можно снимать его с плиты. Вот такая вот достаточно вязкая масса у нас с вами получилась. Посмотрите, как красиво играют семечки ванили. Если кому-то кажется, что крем получается слишком жидкий и слишком быстро стекает с венчика, не стоит переживать. После того, как крем застынет, он намного-намного сильнее загустеет. К тому же у нас остался еще один продукт. Это сливочное масло. Его мы добавляем именно в конце, когда уже сняли крем. Потому что, если добавить его сразу в молоко, он немножко нарушит структуру и будет обманчиво более жидкое. То есть, у вас, скорее всего, он запутает немножко в восприятии консистенции крема. Он либо подгорит у вас, либо вы его переварите, и он потом будет такой, ну, уже неприятно мучнистый. Поэтому сейчас в горячий крем мы добавляем сливочное масло. И размешиваем до полного равномерного растворения. За счет сливочного масла цвет у крема становится более желтый, еще более аппетитный. Все, наш крем готов. Чем быстрее вы его остудите, тем быстрее вы сможете начать с ним работать. Например, для этого отлично подойдет противень для духовки. Он плоский, скорость остывания будет намного быстрее. Либо, если вы никуда не торопитесь, сварили крем с вечера, то можете смело перелить его в какую-нибудь миску, плотно закрыть пленкой и убрать в прохладное место, на холодный балкон или лучше в холодильник. Но предварительно остудите его в комнате до температуры холодильника. Обратите внимание, дно кастрюли абсолютно чисто. Как я и говорил, закрывая пленкой, очень важно, чтобы пленка касалась крема, то есть закрываем в так называемый контакт, для того, чтобы не заветривался крем сверху и не образовалась плотная корочка. Накрыли пленкой и прижали ее к крему. Убираем крем остывать, а пока отпечем коржи. Для приготовления коржей на Наполеон нам понадобится бездрожжевое слоеное тесто. Я обычно беру стандартные 3 пачки, в каждой пачке по 2 коржа, соответственно, 6 коржей нам сегодня с вами понадобится. Сейчас на примере одного коржа покажу, как я раскатываю, отпекаю коржи, и на примере второго коржа покажу, как мы отпекаем один-единственный 6 корж на крошку, для того, чтобы она была более пушистая, более зажаристая и хрустящая. Обычно для такого готового слоеного теста мука особо не требуется, тесто не липкое, если вы его размораживали правильно, и можно его раскатать без использования дополнительной муки. Раскатываю не сильно длинно, не сильно тонко. Старайтесь раскатывать максимально аккуратно, чтобы сохранить форму квадрата или прямоугольника. во время выпечки коржи немножко сузятся, подтянутся, поэтому учитывайте это, когда раскатываете коржи. А для того, чтобы слоеное тесто выпекалось более равномерно, я сделаю на нем наколы при помощи обычной вилки, или это можно сделать ножом. Если прокола не сделать, то оно будет пузыриться абсолютно хаотично, а потом просто более проблематично будет собрать ровный торт и размазывать по таким коржам крем. Поэтому при помощи обычной вилки делаем равномерные наколы по всей площади нашего будущего коржа. Что же касается коржа, который будет использоваться для крошки, то его я тоже предварительно раскатываю. У этого коржа порывается чуть-чуть влажная, поэтому его немножко припудрю мукой. Вот так. От коржа, который будет идти на крошку, на измельчение, нам, наоборот, нужно добиться максимального количества слоев, максимально зажарить его и получить максимальное количество хрустящей ароматной корочки. Поэтому его лучше нарезать на подушечки и отпекать их по отдельности небольшими кусочками, так они более равномерно со всех сторон пропекутся и будут максимально хрустящими. Удобнее всего нарезать это ножом для пиццы ну или обычным острым ножом. Нарезаем на не очень широкие полоски и потом, соответственно, на произвольные квадратики. И на небольшом расстоянии друг от друга выкладываем их на противень. И выпекаем тесто согласно инструкции на упаковке. В моем случае это 210 градусов 10-15 минут до красивого золотистого цвета. Отличный пышный золотистый корж и такие же аппетитные плюшечки для будущей крошки. Со всеми остальными коржами проделываем все то же самое. Просто раскатываем, накалываем вилкой и отпекаем. Нам нужно 5 коржей. Ну что, друзья, коржи у нас готовы. Крем у меня полностью остыл. Я думаю, что самое время собирать наш торт. Как я и говорил, крем получается достаточно густой. Видите, он даже к пленке особо не прилипает. Вот такой вот он по структуре. По выходу этого крема получается примерно килограмм 900 грамм, то есть по 400 грамм на каждый корж. Никакие особые лопатки здесь не нужны. Все делается максимально просто. Выкладываем крем и ложкой равномерно его распределяем по поверхности всего коржа. Я специально не дохожу кремом до самого края, потому что, как вы видите, сейчас коржики неровные. Если вы делаете для себя, то, конечно, с этим никаких проблем нет. Можете размазывать до самого конца и подавать торт такой формы. Если же вы хотите вынести его гостям, то, скорее всего, вы хотите, чтобы торт был ровный, квадратный или прямоугольный. Ну, то есть правильной формы. Для того, чтобы обрезать коржи сейчас, а они достаточно сухие, это будет сделать достаточно трудно. Они будут крошиться, ломаться. Но вот после того, как торт пропитается, обрезать эти края будет намного легче. Разумеется, выбрасывать эти краешки никто не будет. Это самое вкусное. Там будет больше всего крема, больше всего хрустящей слойки. И второй корж я выкладываю шершавой стороной вниз, чтобы у нас сразу форма приобретала более ровную. Да и крем по ровной поверхности будет размазывать намного проще. слегка прижимаем. Если какой-то корж получается у вас по размеру меньше, ну, мало ли, глазомером ошиблись, как я сейчас, например, то старайтесь такие коржи убирать в центр. Опять же, потому что низ и верх у нас будут длинными. Если мы обрежем, тоненький коржик останется в центре и он не будет никак мешать форме вашего торта. Если же вы его положите сверху или с краю, ну, вы понимаете, форма торта будет пирамидкой или там наскос, в общем, не так красиво. Накрываем более большим коржом и форма сразу возвращается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шикарный, огромный Наполеон получается. В таком состоянии аккуратно затягиваем его пленкой со всех сторон, чтобы крем, опять же, не заветривался, а торт равномерно пропитывался внутри. И убираем его минимум на 12 часов в холодильник, для того, чтобы он хорошо, полноценно пропитался. Конечно, есть люди, которые любят более хрустящую слойку, можете достать его и часа через 4, но резаться он будет трудновато, а вот через 12 часов он будет максимально пропитанный и аккуратный. Что же касается нашей крошки, которую мы будем наносить, я не люблю наносить ее сразу, потому что тогда она тоже пропитается и будет мягкой на поверхности. А так мы внесем элемент свежего хруста в наш торт завтра, когда будем выравнивать и подавать его к столу. Поэтому это я оставляю на воздухе, не закрывая, для того, чтобы она еще сильнее подсохла. Торт затягиваю пленкой и с вами увидимся через минуту. Для меня пройдет 12 часов. Производство Наполеона никогда не было чисто. Ну что, друзья, ночь прошла, и вот наш Наполеон готов. Как я и говорил, если вы хотите подать его таким, какой он есть, то, пожалуйста, все. Можете для себя его подавать к столу. Я же сейчас обрежу краешки. Краешки, как я и говорил, это самые ценные. В ресторанах кондитеры обменивают это на кофе у официантов, на роллы у сушистов, у поваров на мясо. В общем, на что-нибудь вкусненькое. Ну а дома тот, кто делает для гостей и обрезает обрезки, обычно сам сидит, ест обрезки, а гости наслаждаются красивыми кусочками. Поэтому мы сегодня делаем торжественно и обрезаем краешки. Вы сегодня мои гости, а я вечером буду есть краешки. и обрезаем. друзья это какое-то блаженство слоеное тесто и нежный ванильный заварной крем по моему идеальное сочетание я очень люблю этот наполеон и настоятельно рекомендую вам его попробовать но если видео вам понравилось не забывайте подписываться на канал ставить лайки и делиться им с вашими друзьями в ваших социальных сетях а свои фотографии и отзывы можете представить нам группу вконтакте или в telegram давайте скорее попробуем такой наполеон можно есть либо разбирая его по слоям где каждый коржик будет с двух сторон пропитан кремом либо как мне больше всего нравится ножом и вилкой отрезать себе небольшие кусочки и поверьте мне это настоящее блаженство он прекрасен но вам друзья я желаю уютных осенних и зимних вечеров не забывайте про полезные ссылочки от читай город в описании под этим видео там же где вы найдете и подробный рецепт до скорых встреч пока пока